Здравствуйте, Шаршан Рахимович! Добрый день, Тахир! Прошел у нас международный турнир в Болгарии. Донколох Никола Петров, Акжол Махмодов и Жаламан Шаршинбеков стали победителями этого турнира. И, наверное, можно вас также с этим успехом поздравить, так как оба этих борца являются членами спортивного клуба «Дордой». В «Дордой», как мы знаем, есть футбольный клуб, хоккейный клуб, волейбольная команда. И борцов вы также поддерживаете. С чем это связано? Ну, я вам так скажу, «Дордой» спортивный клуб в этом году 20-летие отмечает. А футбольная команда «Дордой» у нас уже 26 лет. И вот вы знаете семью Соломбековых. Он, как он любитель спорта. Он с детства мечтал создать свою команду. Где-то в начальных классах еще они играли футбол во дворе. Там на окраине села Атбаши, там такая болотистое место, зеленая поляна. И вот там они играли в футбол. И тогда он уже назвал свою одну из команд, будучи учеником 6-го, 7-го класса, «Дордой». И потом, вот когда, почему он к спорту близок, это было ясно, что с самого начала, после университета он пришел работать именно в физкультурный институт, секретарем комитета комсомола. После этого недалеко поработал в ЦК комсомола и стал представителем городского спорткомитета. И там же при городском спорткомитете была команда «Алга». Вот с тех времен, потом, когда он ушел в бизнес, как первые доходы появились, он создал команду футбол. Футбольную команду «Дордой». И эта команда уже, как вы знаете, многократная, 13 раз чемпион страны, были призерами. И вот потом, когда я ему предложил, давай борцов, я же все-таки борец, когда я перешел в способы спорта в «Дордой» работать, ну и предложил, а он спорту близок, знает, что такое спорт, знает, где может республика добиться успехов, страна добиться успехов, в каком виде спорта, все это он знает. И поэтому он сразу же поддержал. И вот спортклуб уже в этом году, в сентябре-октябре, будет уже 20 лет. Куда уже и постепенно добраясь виды спорта. Начинали мы вольная борьба, греко-римская, там, потом поддерживали недолго джудаистов, сейчас тоже у нас есть джудаисты уже, и национальные виды спорта. Художественные гимнастики, да? Нет, это национальные виды спорта. Вот Кокбарю, он был долгие, десятки лет, был президент федерации Кокбарю. Полностью на нем был Кокбарю, создание этой команды, Кокбарю, создание федерации. Все это вот они делали, Афгар Салмейков, Болот Шамшиев, Темир Дюшакеев. И позже покойный Болот Тесвятая Шерниязов. И вот они сейчас сделали такой вид спорта, создали правила. Очень популярнейшую игру не только у нас, но вот сейчас уже знаем, что в Америке играют, на Алтае играют, в России играют, в Афганистане играют. Во многих странах мира уже играют Кокбары, и как вы видите, это вклад большой. Ну и потом потихоньку мы изучали, какие спорты можно поддержать, где у нас могут выступить, где это для населения, какой более полезный в планах физического воспитания, физической подготовки. Поэтому художественная гимнастика потом появилась, бокс у нас есть. Здесь лет 15 назад Аскар Маткалыч построил в Адбаши зал борьбы, бокса, хороший такой зал в районе. А тут уже выходят ребята неплохие. Сейчас хороший тренер по боксу, хорошая группа, передается в спортивный колледж. Ребята сейчас по боксу двое. Ребята входят в национальную сборную команду по подготовке к Олимпийскому миру. Это Култаев и Токтасун Улубах. Вам, скажем, по видам спорта, если... На сегодняшний день у нас три игровых вида спорта. Хоккей сейчас в чемпионате страны идет на первом месте. Вот буквально 2-3 дня закончился второй тур волейбольного чемпионата Крысовой Республики среди женщин. Там тоже мы сейчас пока на первом месте идем. Ну а про футбол вы все прекрасно знаете, хорошо освещается. Футбол у нас смена поколений была. Вот в конце прошлого года мы пригласили игрока сборной и футбольного клуба Дордой. Закира Джалилова во главу команды. И вот сейчас они прошли все сборы, все этапы подготовки. И сейчас идут последние дни подготовки к чемпионату страны. Тоже верим и думаем в этом году они будут высоко, высоко будут. Поэтому, а вот сейчас если я это вокруг сказал, ну теперь про наших лидеров, лидеров не только нашего клуба, лидеров страны, Джолуман, Шосенбейков и Ак-Джолу. Ну они с юночных лет являются членами нашего клуба. У нас есть такая комната, ну вообще в нашем спорткомплексе, где всегда борцы. Где жил Даниил Аркобенов, после Даниил Аркобенова я жил, да, Руслан Тюмимбаев. И вот так идет, сегодня там живет Джоломан, а Джол часто бывает. И вот я вам скажу, квартиры есть, все есть, но Джолуман говорит, я там жить, пока олимпийским чемпионом не стану. Поэтому у нас созданы условия уже для борцов. Сейчас из лидеров четверо входят в состав сборной команды по подголовку олимпийским миром. Это вот Ак-Джол, Джолуман, Атабек Азиспеков и Юзюр Чисупеков. По вольной борьбе в сборную входит Асланбек Токтубеков, это полу тяжелого веса. Он молодой, юный, тяжелого веса, ему еще надо подтянуться, физику поднять. Поэтому я очень рад за этих ребят, которые на протяжении последних трех-шестерых лет показывают высокие результаты. Ну, скажем, только взять фальсионный турнир в Алма-Ате по отбору на Олимпийских играх. Там все завоевали право трое, научаясь в Олимпийских играх. И серебро было седьмое место Джолумана и два десятых места. Я думаю, это успех клуба. Это радует всю страну и особенно нас, нашего руководства. Они сейчас являются настроением Ассоциации Дородой. Все с удовольствием за них болеют, принимают. Куда они придут, их поддержку сильно оказывают. И вот год-полтора назад Оскар Матковович выделил квартиры в хорошем районе города Бишкек. И у них хорошая поддержка финансовая. Значит, постоянно оказывается финансовая помощь ежемесячная. Кроме этого, питанием обеспечены, если кому нужно, и размещением. Поэтому я скажу, в этом буду про Дородой. Желал бы, чтобы как в 2018-2019 году выиграли все три командные вида спорта, чемпионами стали. И чтобы наши ребята, именно на чемпионате мира, который снова будет в Сербии, все наши, кто будет участвовать, чтобы именно в Сербии и Белграде они бы завоевали путевки на Олимпийские игры и спокойно готовились к Парижу. Совершенно, Рахимович. Практически вот было время, когда после травмы Акжил Махмудов был снят со всех стипендий. Тяжело было парню. И практически вот только вы и Сергей Быковский помогали ему финансово. Вот на протяжении полутора лет финансово помогали, морально, как говорится, и материально. Не отвернулись от него. Вы в него верили? В него трудно не поверить, потому что руководство с Аскаром Соломбековым это все видели. И поэтому они выделяли средства. Мы также утверждаем бюджет, как и в государственных структурах, на год. И там, когда объясняем руководство, они поддерживают всегда и от этого не отказываются. Впрочем, до того, что покупали им билеты на лечение в Германии, авиабилеты. И все время мы ему чем могли помогать. И по сей день так же. Почему? Потому что когда Урмат Аматов тоже два года лечился, мы никогда не отворачиваемся. Мы считаем это своим долгом. Именно как можно бросить перспективного спортсмена, оставить там без витаминов, без медикаментов или без помощи врачей. Вот один из лидеров Крымского футбола, Ходжо, он весь был травмирован. Год только его лечили. Ходжо, Джоэль. Год лечили. Никуда не упускают. Он только в прошлый год в конце начал только играть. От этого тоже Дордой никогда не отвернется, пока не вылечит. Поэтому, кроме этого, помощь всегда оказывается. Со стороны медиков и так далее. В настоящее время вы сами мастер спорта по вольной борьбе, по джидо и самбо. Я знаю, вы, по-моему, предпочитаете все-таки борьбу. Несмотря на то, что много видов спорта у вас в спортивном клубе. Как борец вы, наверное, за борцов сам много болеете. Я болею за весь клуб. Но, конечно, сердце же есть. Сердце ближе к борцам. Ни одно мероприятие я не пропускаю, которое в республику у нас. По возможности выезжаем на чемпионаты Азии, чемпионаты мира. Олимпийские игры тоже, если наш попадет. Я же не могу поехать и просто болельщиком быть. Если наши попадают, нужно там не быть. И ребята тоже говорят, будьте тоже всегда с нами, будьте рядом, говорят. Поэтому, в согласии руководства, я всегда бываю рядом. Это, как это, не только я рядом. Вот были разговоры, что у нас полуголодные спортсмены. В соседних республиках были богатые, у них хорошие обеспечения. Но у нас ребята не меньше обеспечены, чем лидеры наши, чем, скажем, в соседних республиках. Почему? Потому что у них есть спортивный клуб Дордо, есть члены федерации, есть друзья. Поэтому они, я никогда не скажу, что они бедствуют. Поэтому мы борцы, в своей группе есть, хотя у меня там в группе нет, но я всегда с борцами. И на тренировках, и на соревнованиях. И мне больше приятнее быть на самых сильных турнирах. Я никогда на трибуне почти не сижу. Я нахожусь с ними в тренировочном зале. И оттуда все ясно, мне видно. И выхожу на трибуну за нашим, чем-то помочь. И сегодня мы должны все сообщать, кто там делает, не кто там делает, кто там помогает. Не хвастаться, а просто сообщать помогать. Кто может помочь финансово, кто-то может там возить, кто-то может питанием обеспечить, кто-то форму купить. Но всегда надо сообщать. У нас иногда друг друга недолюблюют за это. Но у победы хозяев много, поражение сирота. Поэтому никогда не надо забывать. И кто проиграл, кто травмировался. На них всегда надо обращать внимание. Шаршин Рахимович, как вы в настоящее время оцениваете уровень нашей борьбы? Вольной, женской, греко-римской? Уровень борьбы на протяжении последних лет, скажем так, женская борьба на подъеме, особенно лидеры. Они ни в чем не уступают, несмотря на прошлогодний спад. Я уверен, что в этом году они снова все выдадут, что полагается. И в Париже будет неплохой результат. Вольная борьба, я ее в 17-18, 19-19 год сильно критиковал. Но благодаря усилиям тренеров, они подготовили хороших ребят. Но им еще нужно больше работать. Больше и больше работать. Но уже уровень высок. А греко-римская борьба, я вам скажу, что она уже давно идет. Результат после того, как создали маломальские условия, скажем, ФОК в «Востоке-5». Такие залы появились. И там варились эти ребята сами. Там битком, нижние недели соревнования были. И вот вольная борьба сейчас тоже тренеры на местах. Мне хочется поблагодарить тренеров на местах. Личных тренеров. Тренеров спортивного колледжа имени Широ Лысыдыкова. Надо их больше поощрять. Их показывать надо. На первом месте нужно ставить личного тренера. Главный тренер собирает лучших всех. Отбирает в чемпионате страны, номерах, турнирах. Потом везет. А на местах их не видно. Надо их больше показывать. Я вам тоже рекомендую, чтобы от лучших личных тренеров показывать. Вот, например, Каната Сыдыкпекова никто не знает. Он там, на рынке, его никто не видит. Иногда от его показывают, когда он секундирует на республике. Вот таких ребят, как Мамышев Руспек. Он двух призеров мира за один раз подготовил. Вот я благодарен именно личным тренерам. Ну, а главные тренеры молодцы, что они выбирают лучших. У них хороший отбор, правильный отбор. Особенно в грекаринской борьбе. Кто республику выиграл, тот едет. Это очень правильный спортивный принцип. Он всегда был. Как в Америке, как в Советском Союзе был. И еще я хочу сказать, что в Америке, что в Европе, что в Советском Союзе, что в России. Даже на чемпионат мира, на чемпионат Азии, когда едут, надо, личный тренер должен всегда ездить. Вот сейчас Канат Кенгейсов-Шабданбеков помогает в этом плане. И вот личные тренеры ездят. Но еще, обратите внимание, вы же тоже много ездите, так и зарубежно. Всегда выходит главный тренер, и выходит личный тренер секундировать. Это никогда не надо забывать. Это везде в мире, это принято так. Вот тот же Гарслама, когда ездил. Помните, Михаил Гарслама ездил? Он всегда рядом с Андреем Курнявко был. Всегда. И вот это нужно даже спонсоров отдельно прикреплять за личным тренером. Чтобы он там был. Поэтому я почему близок к борьбе? Потому что я знаю, я родился в борьбе. Вот сколько уже лет? С 13 лет я в борьбе. Это сколько уже? 52 года, да? Практически всю жизнь. Да, да. В борьбе. Я вот здесь, в спортивном клубе Дордой, уже я и болельщик, и координатор работы по волейболу, по футболу. Я тоже разбираюсь. И поэтому у нас сейчас клуб, ну, поэтому один из лучших в стране по результатам. Ну, я знаю, спортивный клуб Дордой не только спортсменов поддерживает, но и тренеров. Да, и тренеров, да. Тренеры на зарплате сидят. Тренеры, личным тренером тоже, как можем, помогаем. Вот. Самый главный старт, наверное, все-таки в этом году чемпионат мира. Несмотря на то, что есть азиатские игры, чемпионат мира главнее, наверное, потому что олимпийские лицензии будут там разыгрываться. В Астане у нас же плохо было. Ну, там две путевки. Айсулу и Атабег. Да, Атабег. Все. Это чемпионат мира, наверное, лучше будет по борьбе. По путевкам. И будет легче спокойно готовиться. Вы на это надеетесь? Я на это надеетесь. Или знаете? Я верю. Я верю в ребят, верю в их тренеров, верю в руководство федерации, что все сделают, чтобы там было. Как можно больше олимпийских путевок. Я верю в это. Что для этого нужно, Шавшин Лехович? Ну, сейчас уже мне понравилось, что депутаты в начале года подняли шум. Опять же, финансирование. Турниры отборочные, рейтинговые. Рейтинговый турнир, он дает баллы. Чем выше рейтинг будет, то в жребьевка будет рассматриваться. Где они могут развестись с кем-нибудь. Поэтому наши участвуют и правильно делают. А на чемпионат мира нужно хорошо подготовиться. Вот сейчас в Алма-Ате готовится греко-римская. Вольники здесь. Пожелаем им удачи. Я бы сказал, как от ассоции олимпийцев. Я верю в ребят. Потому что настрой хороший. Верю. Ну и в завершении нашего разговора, Шавшин Лехович, вот у вас есть возможность сказать что-нибудь вот туда, телезрителям. Уважаемые зрители, верьте, как я, в наших ребят. Они все делают для того, чтобы прославить нашу страну. Поддерживайте на местах своих, кто откуда тренеров, своих участников. На местах надо поддерживать всех. В особенности я хотел бы, чтобы вы поддерживали личных тренеров. Я всегда за них стою. И вот верю в них. И они подготовят ребят. А главным тренерам я пожелал бы стойкости, уверенности в себе. И уже нашу страну в борцовском мире боятся, страхуются. И уже они выходят на ковер как хозяева. Поэтому я пожелал бы ребятам быть хозяином на ковре и за ковром. И пусть им сопутствует удача и фортуна. Спасибо. У нас в гостях был директор спортивного клуба «Дордой». Большой любитель спорта Шершен Рахимович Касенов. Спасибо, что пришли, Шершен Рахимович. Спасибо. До свидания. До свидания. Очень вам спасибо. 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 Спасибо.